5 сентября в Казанском федеральном состоялся международный симпозиум экзотические ядра эксон-2016. В нем приняли участие ученые из 22 стран мира. Также интерес к симпозиуму проявили студенты и аспиранты Казанского университета, которые, несмотря на то, что не первый год связывают свою жизнь с наукой, так и не получили объяснение на сложнейшие явления физики. Однако для КФУ нерешенных проблем не бывает. И после открытия симпозиума ректор КФУ Ильшат Гафуров обсудил с учеными вопросы сотрудничества в области фундаментальной физики. Возможно, наши подписники не будут проходить практику на ваших площадках, поскольку то, чем вы напрямую занимаетесь, у нас, в общем-то, не культивируется. У нас есть рефер, который полностью интегрирован в ваши проекты совместно. Но, тем не менее, в Институте физики у нас так или иначе представленные направления, которые, возможно, будут интересны вам. К слову, благодаря сотрудничеству с Объединенным Институтом Ядерных Исследований, ведущим вузом России удалось открыть кафедру ядерных исследований и ядерной медицины. Вот и в Казанский федеральный представители данного института приехали с важной миссией. Магистры двухлетнего обучения год они слушают лекции, то есть они поступают на нашу базу кафедру. Год первый они проходят обучение у себя, потому что есть ряд, ну там, набор обязательных предметов для получения диплома, да, и наши преподаватели либо дистанционно, либо приезжают, скажем, там, на неделю на две и читают просто курсы. А второй год они живут просто в Думе, то есть они приезжают, и у нас порядка, наверное, 300 дисциплин. Не случайно одним из организаторов и базой проведения симпозиума стал Казанский федеральный университет, внесший большой вклад в общероссийские научные исследования. Сотрудничество КФУ со столь важным научным центром в области ядерной физики обещает открыть все двери. Совсем скоро студенты смогут раскрыть для себя не только неизведанные тайны физики, но и с уверенностью использовать их в медицине, экологии, информационных технологиях и во многих других областях науки. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз.